Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы! Сегодня делимся с вами рецептом домашнего йогурта. В конце этого видео мы покажем не только как сделать йогурт, но и приготовим разные виды йогурта, приготовим со свежими фруктами. Сегодня два раза, когда Лариса говорил, что мы будем готовить со свежими фруктами, сказал со свежими овощами. Мы поржались этого крепко, но будем готовить с фруктами все-таки и приготовим с каким-нибудь джемом и вареньем. То есть у нас будет три вида йогурта, чистый йогурт и йогурт с наполнителями. Будет классно, оставайтесь с нами. Вы скажете, можно же пойти в магазин и просто купить в магазине йогурт, но поверьте, в тех продуктах, которые продаются в магазине и на крышечке написано йогурт, там далеко не йогурт. Это в большинстве своем продукты не совсем пригодные для употребления в пищу, а тем более йогурт мы считаем диетическим продуктом, продуктом с живыми бактериями, который способствует хорошему пищеварению и очень полезен для организма, так как продукт кистан кисломолочный. Так вот, я вас призываю, прекращайте покупать то, что продается в магазине, давайте готовить вместе с нами. Нам понадобится молоко. Можно использовать магазинное пастеризованное молоко, но в нем тоже есть некоторые нюансы, поэтому лучше всего использовать фермерское молоко. Молоко надо обязательно пастеризовать, по той причине, что при формировании йогурта нам нежелательно, чтобы участвовали кисломолочные бактерии, которые есть в обычном фермерском молоке. Они там есть в достаточном количестве. Хоть и культурные бактерии сильнее и подавляют дикие бактерии, которые присутствуют в молоке, все равно лучше от них избавиться, чтобы получить четкий прогнозируемый результат. Поэтому молоко пастеризовали. Каким образом? Нагреваем молоко на водяной бане, ну просто в кастрюле с водой до температуры 65 градусов 15 минут и потом охлаждаем. Точно так же охлаждаем в кастрюле с водой. Мы пастеризовали его вчера. Если вы делаете это сегодня, то охлаждаете до температуры 47 градусов. Мы пастеризовали молоко вчера, охладили, поэтому нам его сейчас надо нагреть. Будем использовать опять же таки кастрюлю с горячей водой. На самом деле я не замерз, а одолжил эту шарю Ларисы, потому что она будет здесь создать такие теплые-теплые условия для йогурта. Итак, мы пастеризовали молоко, если пастеризовали его сейчас, остудили до температуры 42-43 градуса. И, друзья, самое главное, что нам понадобится, это бактерии для приготовления йогурта. Молочно-кислые бактерии специально для приготовления йогурта мы покупаем в интернет-магазине sorok.com.ua. Приходят вот такой вот герметичной упаковки, внутри колбочки с фасовкой на 5 литров. Если вам нужна более маленькая фасовка, как в нашем случае, разделить можно лезвием на зеркальце. Вы, наверное, видели такие, такой как бы метод в фильме «Криминальное чтиво», допустим. Или если у вас есть ювелирные весы, то можно развесить на ювелирных весах. У нас есть ювелирные весы, поэтому мы развесили, отделили порцию на 1,5 литра молока. И хотел еще сказать несколько слов по поводу интернет-магазина sorok.com.ua. Очень качественные закваски, как сырные наборы, так и отдельно термофильные и мезофильные закваски, ферменты, плесневые культуры. В общем, все для приготовления сыров. Магазин находится в Украине, но свою продукцию отправляет по СНГ. Очень качественная продукция, очень качественные плесневые культуры. Вот скоро выйдет у нас видео про два сыра с голубой плесенью, стилтон и второй, как называется, Лариса, не помнишь? Гарганзола. Гарганзола, вот. Мы их сварили, сейчас как бы заканчиваем с плесенью, потому что вот до этого мы покупали в некоторых украинских интернет-магазинах плесень, она реально не рабочая, ну вот катастрофа какая-то. В общем, рекомендуем интернет-магазин sorok.com.ua. Итак, друзья, в первую очередь, а плет я рано одел, в первую очередь нужное количество культуры молочнокислой рассыпаем по поверхности молочка. И даем ей регидратироваться минутки 2-3. После того, как закваска регидратировалась, тщательно перемешаем молоко. Ну, закваску в молоке перемешаем. Воду нагрели до температуры 55 градусов, потому что поместив сюда молоко, уже опытным путем известно, что оно не лопнет банково здесь, нагреется до температуры 42-43 градуса. На всякий случай можем использовать кулинарный термометр, чтобы поместить его в молоко, чтобы проконтролировать эту температуру. После того, как молоко нагреется до нужной нам температуры, нам надо как можно дольше сохранить его при этой температуре. Если использовать йогуртницы, то там все просто. Вы помещаете в емкости молоко, йогуртница поддерживает нужную температуру. Но в нашем случае йогуртницу не используем, да и готовим много. То есть, ну что там в йогуртнице, 6 таких пасочек по 50 грамм. Поэтому тут на помощь нам придет Лариса на шаль. Вот всю эту конструкцию укрываем вот так вот шалью, а сверху можно еще завернуть одеялом и оставляем на ночь. А завтра утром будем готовить три разных вида йогурта. До завтра! На следующий день наш йогурт готов. И приготовим три разных вида, просто ну как бы для наглядности. Вообще йогурт можно делать, видите какой он тягучий, вообще супер, просто класс. Но честно, мы его уже попробовали. Реально йогурт очень вкусный, просто нежнейший. И вот ну совершенно, совершеннейшим образом отличается от того, что продается в магазинах. Лариса, налить его просто нельзя, его надо именно ложечкой перекладывать, да? Ну попробовать налить. Я думала, чтобы оно так красивенько слоеное было. Ну давай попробуем. Наливается, отлично наливается. Смотрите, друзья, для приготовления йогурта с начинками можно использовать абсолютно, ну абсолютно все, что вы хотите. Можно использовать конфитюры, можно использовать варенье, можно использовать резанные фрукты, которые я вчера несколько раз называл овощами. Ну вот мы допустим взяли, порезали персик на небольшие кубики и взяли варенье. То есть мы сейчас будем дегустировать, расскажем о чистом йогурте. Ну конечно я предпочитаю больше всего чистый йогурт. Мои девушки, ну Лариса и дочка Таня, больше любят с какими-то наполнителями. Вот таким вот образом можно фантазировать, можно туда просто вмешать эти фрукты. Можно положить их под низ, а сверху сделать прослоечку варенья. В общем вариантов масса. Главное взять порционную посуду и вот после того, как йогурт готов, разложить их удобным для вас способом и как вы хотите. Можно нарезать яблышки, можно надробить клубнички. Ну действительно вариантов просто море. Сверху емкость, ну не емкость, а ну да, емкость, которой вы будете подавать йогурт, можно украсить вот например так вот, дольками фруктов. Можно украсить ягодками. Давайте сделаем еще один такой слоеный с варенькой. Немного вареньки туда. Должно быть вкусно и сладко. Ну, я же говорю, я люблю больше йогурт. Как видите, наличие йогуртницы, ну совершенно не обязательно, то есть не обязательно покупать какую-то дорогую вещь для того, чтобы получить какую-то грелку со стаканчиками. То есть все это совершенно спокойно делается в баночке. А не получится так слой варенька, слой йогурта? Я сейчас немножко йогурта побольше, вернее, положу. И сейчас добавлю варенье. Тут тоненький слой варенья. Я сейчас вот так вот приправлю. А, ты типа такими вкраплениями, да? Ну, вот как-то так. То есть, друзья, для вашей фантазии тут предела просто нету. Вот как вы хотите его подать, так? Ничего страшного. Сейчас вытрим, Ларис. Сейчас я потом. Но самое главное, что это совершенно на тысячу процентов натуральный продукт. Без эмульгаторов, без загустителей. Только молоко и культура бактерий. Получается фантастический. Ситуация ясна. Сейчас буквально минут на 15-20 в холодильник. Он-то у нас стоял в тепле. И мы его, собственно говоря, вот он приготовился. Он еще немножко теплый. Он был хорошо укутан. И это тепло сохранил. Минут 15-20 в холодильнике. И будем дегустировать. Ну, что ж, дорогие друзья, давайте продегустируем наш йогурт. Пробуй ты первая. Вот этот? Начнем с этого. Потом после вкуса варенья. Ты же не почувствуешь вкус йогурта? Йогурт. Вкусный йогурт. Как я уже говорил, я больше всего люблю йогурт именно без ничего. В чистом виде, как кисломолочный продукт. Он просто потрясающий. Он такой тягучий. Вообще чик. Но вот согласись, что никакое сравнение с тем, что продается в магазине. Даже написано, что йогурт живой, с активными бактериями, все равно это совершенно другое. Но по вкусу отличается. Я думаю, что самое главное, по полезности отличается. По полезности, да. Причем, он не кислый. Он вот даже немножко... То есть, именно настоящий йогурт. Ни кефир, ни простокваша. Именно йогурт. Он даже немножко сладковатый. Так, друзья. С фруктиками. Пойдем дальше. Йогурт с фруктиками. Пробуй. Тут у нас фруктиков много. Ну да, в магазине обычно там полграмма фруктиков на баночку йогурта. А тут одни фруктики. Сочетание очень вкусное. Вообще божественно. Йогурт с персиками. Наверное, когда я еще не начал увлекаться вот этой вот штукой... Кушай. Можно кушать. Да, я пока поговорю. Когда я не начал увлекаться приготовлением пищи, я больше всего любил йогурт именно с персиками. Но тогда можно и свежую вишню, и черешню. Вообще, ну абсолютно все, что угодно добавить. Класс, да? Ты что, сейчас все съешь, надо Таня оставить. Мы сделаем... С варенькой. Опа, а ты туда малинок набросала еще. Ну да, малиновое варенье сверху с ягодками. Красота. В общем, друзья, мы это все делаем, конечно, для наглядности, чтобы подтолкнуть вас, так сказать, какому-то фантазированию. Чтобы вы, ну вот, не просто там сделал йогурт, поставил, да и все. То есть, тут можно такие блюда с ним, ну не блюда, а вот такие классные всякие штуки готовить. С вареньем это круто, конечно. Я вообще очень люблю варенье даже со сметаной. Ну, вообще потрясно, просто потрясно. Это фантастика. Дорогие друзья, как видите, без всякой йогуртницы, просто дома, особо не заморачиваясь, потратим на это 15 минут, вы можете приготовить замечательный домашний йогурт для всей семьи и наслаждаться, во-первых, полезностью, во-вторых, вкусностью. Поэтому с удовольствием вам представляем этот, так сказать, рецепт. Ну, рецепт-то, сказать рецепт, это громко сказать. Мы просто показали, как его можно сделать. Надеюсь, что вам понравилось это видео и надеюсь, что было для вас полезным. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые интересные рецепты. Да, Алис? Да, конечно. Что-нибудь новое интересное с варганем в ближайшее время? Да мы каждый день в варгане, и для вас что-нибудь новое и интересное. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, если вы считаете, что наше видео это заслуживает. Что-нибудь ставьте. Если есть вопросы по приготовлению, задавайте их, пожалуйста, под видео, в комментариях, на все вопросы мы ответим. Ну и мы пошли готовить для вас дальше. Всего доброго, пока. Пока.